Попросил убежище в США, приехал сюда, подал заявление сам в ИОСИАЕС. Он может и должен подать ходатайство о переносе дела в штат. Его нельзя или не стоит депортировать из США. А в определенных обстоятельствах, конечно, можно подать ходатайство. Ответственность лежит на человеке доказать, почему его нельзя депортировать. Добрый день, меня зовут Екатерина Муратова, я иммиграционный адвокат в Соединенных Штатах. В этом видео расскажу, какие права и обязанности есть у заявителя во время судебного процесса в иммиграционном суде в США. Прежде всего, это имеет отношение к тем, кто попросил убежище в США, приехал сюда, подал заявление сам в ИОСИАЕС. После интервью дело передали в суд. Или те, кто просит убежище на границе США и Мексики. На моем канале есть видео, в котором я, даже несколько видео, в которых я подробно рассказываю, как процесс происходит. То может заявитель или не может. В этом видео я кратко освещу несколько этапов. Иммиграционный суд. В суде у человека, естественно, есть право представить свое дело, свою защиту от депортации. Доказать, почему его нельзя депортировать в ту страну, откуда он приехал, или в какую-то другую страну. У человека есть право на адвоката, но не за счет правительства США. То есть человек может работать с любым адвокатом по своему усмотрению, если это не накладывает никакую финансовую нагрузку на правительство Соединенных Штатов. Сейчас, во время администрации Байдена, вы знаете, наверное, что она довольно лояльна к иммигрантам. И идет обсуждение, стоит ли каким-то категориям лиц в иммиграционном суде предоставлять бесплатного адвоката. Потому что в криминальных судах такая практика есть. Если у человека нет денег на адвоката, и он попал в криминальный процесс, то государство ему предоставляет бесплатного защитника. Иммиграционный процесс и практика в иммиграционном суде на данный момент такого не предусматривает. Но ведутся разговоры, должно ли это быть? Есть, конечно, мнение из-за и против. Я не буду озвучивать разные точки зрения в этом видео, чтобы не занимать ваше ценное время. Но на данный момент есть право найти адвоката. Если назначается первое судебное заседание, человек туда является сам, без адвоката. Судья должен перенести это заседание, чтобы дать возможность этому человеку найти адвоката и уже на следующее заседание явиться со своим защитником. Есть право переносить дело с одного суда в другой в случае переезда. Если человек вначале жил в одном штате, его дело оказалось в иммиграционном суде, находящемся в том штате, и впоследствии этот человек переезжает в другой штат, он может и должен подать ходатайство о переносе дела в штат по месту его жительства. Есть право просить переноса судебных заседаний, если дополнительное время требуется для сбора доказательств, или опять же найти того же адвоката и установить стратегию защиты в иммиграционном суде. Обязанности. Ответственность лежит на заявителе следить за иммиграционным процессом, за всеми сроками в иммиграционном суде, ничего не пропускать, не только судебные слушания, но и также сроки подачи каких-то определенных документов. Эти сроки могут быть установлены как судьей, так, если судья не установил какие-то определенные сроки, то мы, адвокаты, следуем практическому пособию, которое касается иммиграционного суда, там прописаны все сроки, когда что должно быть подано. Это ответственность на заявителе. Если он пропустил срок, потому что он не знал, то это не является каким-то оправданием. Защита. Предоставить доказательства, почему человека нельзя депортировать из США, тоже лежит на заявителе. То есть это не задача правительства США доказать, почему его надо депортировать. Ответственность лежит на человеке, доказать, почему его нельзя депортировать. И если он определенную планку доказательной базы не достиг, то, соответственно, решение будет против него. Следующее про сроки. Еще хочу заметить, почему очень важно за ними следить. Если назначено судебное заседание, заявитель на него не явился, он был уведомлен, уведомления проходят по почте, по домашнему адресу, который заявитель указал и подал в суд. Если он переезжает, это его ответственность своевременно менять адрес. Если в суде есть адрес, у них есть доказательство, что повестка была послана по тому адресу, человек не получил или получил, но не явился в суд, судебное заседание будет проведено без него, и это будет депортационный ордер. Почему? Потому что, как я сказала, ответственность представить свое дело на заявителе. Если он не явился, никто не будет рассматривать, какую доказательную базу он мог до этого предоставить. Соответственно, это называется слушание in absentia, в отсутствии заявителя, в результате чего появляются депортационные ордера. А в определенных обстоятельствах, конечно, можно подать ходатайство, чтобы дело открыли и пересмотрели. В случае, конечно, если есть экстраординарные обстоятельства, почему человек не смог явиться в суд, но эти исключения очень-очень узкие. Это вкратце и права и обязанности заявителя, кто оказывается в иммиграционном суде в США. Всем желаю удачи. Если будут вопросы, записывайтесь на консультацию.